В Петербурге растет число случаев коронавируса и ситуация в городе по-прежнему вызывает беспокойство. Поэтому нам действительно нужно следовать советам Организации общественного здравоохранения и ограничивать контакты с другими людьми. Если мы сделаем это, мы поможем избежать повторного карантина и защитим себя и наших близких. Премьер-министр объявил, что можно общаться группами по 6 и менее человек. Но как жителю Петербурга вам рекомендуется предпринять дополнительные меры, чтобы защитить себя, своих друзей и семью, а также держать вирус под контролем. Ограничьте контакты с людьми, с которыми вы не живете. Ограничьте количество людей из разных семей, посещающих ваш дом. Чем больше людей из разных домохозяйств постоянно находятся в одном месте, тем выше вероятность заражения вирусом. Регулярно мойте руки не менее 20 секунд. Носите защитные маски в магазинах, общественном транспорте и в помещениях. Держитесь на расстоянии 2 метров от людей, с которыми вы не живете. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра при использовании маски для лица. Кроме того, если вам необходимо организовать праздник для семьи и друзей после церемонии регистрации брака или легализации гражданского партнерства, делайте это в общественных местах и залах, а не в собственном доме. Такие места используют меры предосторожности для предотвращения заражения COVID-19. Любой праздник в вашем доме может быть только для 6 и менее человек, сохраняя социальную дистанцию между людьми из разных домохозяйств. И помните, если у вас или у кого-то, с кем вы живете, появятся симптомы коронавируса, высокая температура, новый постоянный кашель или потеря вкуса, запаха, вам и всем членам вашей семьи необходимо самоизолироваться и заказать тест. Если вы сталкиваетесь с трудностями, заказывая тест, самоизолируйтесь на 10 дней. Город и страна переживают решающий момент. Следуйте этим советам, чтобы уменьшить распространение вируса. Поступив так, вы защитите своих близких и поможете избежать второго карантина.